Еще совсем недавно в минувшие выходные метеорологи и огнеборцы объявили оранжевый уровень опасности. Циклон, получивший имя Лина, принес в Беларусь шквалистый ветер, сила которого достигала 20 метров в секунду. Эти мощные порывы ощутили и Брещане. Такой был сюрприз Небесной канцелярии на первые выходные Нового года. Если в некоторых регионах были повреждены кровли здания и ветхие строения, то Брещане в этом плане повезло гораздо больше. С начала текущего года на территории области объявлялись штормовые предупреждения. Однако никаких чрезвычайных ситуаций, где потребовалась помощь МЧС, либо других заинтересованных структур, не зарегистрировано. Пока Брещане готовятся к Рождеству и вдыхают воздух, который буквально за день переменился с теплого на морозный, местные метеорологи измеряют температурный фон и уже готовы рассказать берестейцам о том, какой будет погода в долгожданный рождественский день и в последующие сутки. В ближайшие сутки погода, как и в предыдущие дни, будет определяться областью повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном арктическом воздухе и сохранится холодная погода. В ночь под Рождество температура воздуха минус 10, минус 15, местами минус 18, 20 градусов. Днем 6, 11 градусов мороза и существенных осадков не ожидается на дорогах гололедицы. Однако господствовать снежно-морозной зиме придется недолго. Если на следующий день, 8 января, минусовая температура сохранится, то уже 9, 10 и 11 существенно потеплеет, до 4 градусов днем. Однако упаковывать теплую одежду не стоит, потому как вместе с отепелью наступит время порывистых фитров и мокрого снега, так называемой гриппозной погоды. Какие сюрпризы принесет небесная канцелярия на будущей неделе, остается только догадываться. А пока остается пить горячий чай, витаминизировать себя и помнить о теплых вещах. Как говорят в народе, нет плохой погоды, главное правильно одеться.